Зависимость То есть со-зависимость Вообще, знаете, давно было замечено Но особенно исследования на эту тему Начали проводиться в 20-30-е годы 20-го века Что, если, скажем, у алкоголика Жизнь летит в тар-тарары Как ни странно, вместе с собой В эту же самую бездну Яму тащат и ближайших своих друзей Родственников, свою семью Проще говоря И чаще друзей тоже тащат И появился такой термин, как Со-зависимость, Козависимость То есть это было просто, как, знаете, такой Жаргон Но постепенно изучая вот этот феномен Оказалось, что это действительно очень серьезная болезнь Для людей, серьезное состояние То есть это практически психическое Идет некое заболевание От которого тоже нужно Как-то вот этого заболевания избавляться И уже стал официальный термин Такой зависимости, аддикции Как со-зависимость И со-зависимость возникает там, где есть Во-первых, голик Любой голик Трудоголик Алкоголик Наркоман Игроман То есть любой голик Рядом с собой Имеет со-зависимых Со-зависимость может также возникнуть Там, где есть какие-то потери Например, умирает Близкий человек Вот люди могут Начинать Впадать вот в это Психическое состояние Со-зависимости То есть начинают проявляться Те же самые признаки Которые мы сегодня будем с вами Обговаривать Ну и третья причина, по которой Возникает со-зависимость То есть если было какое-то насилие Или есть Или есть насилие в семье То есть вроде бы никаких голиков нет Потерь никаких нет Но в семье насилие может быть физическое Или духовное насилие Знаете, это тоже серьезная вещь Когда начинают практически насиловать Своих родных и близких Духовными истинами И заставляя их Так сказать Принимать какие-то духовные моменты Или может быть Насильным Да Словесное может быть насилие Психологическое насилие Когда наличность человека Навязывает Навязывает какие-то свои идеи То есть насилие может быть разных видов И вот там точно так же Может возникнуть со-зависимость То есть понимаете Это такая болезнь тоже Которая не то что В каких-то отдельно взятых случаях Это тоже достаточно распространенное явление То есть и там, и там И зависимые, и со-зависимые люди Они, так сказать, анальгизируют свои чувства Чтобы не переживать То, что сейчас их волнует Каким-то образом И вот мы сейчас с вами рассмотрим Какие же признаки Ну давайте Созависимости Да, и сначала Вот может быть Знаете, мы решим Прежде чем будем говорить О признаках самих как таковых Давайте представим Что происходит у такой семьи Ну давайте возьмем Знаете, так вот условно Что у нас зависимый Обязательно он Скажем Ну, чтобы удобнее нам было А со-зависимую жену Наиболее распространенной такой Хотя бывает часто И наоборот, конечно Давайте возьмем жену со-зависимой Вот это роль Этой супруги со-зависимость Снаружи это, как правило, цельная натура Снаружи это человек Такой сильный Устойчивый Стабильный Но внутри Она Приложение к алкоголику Приложение Потому что вся ее жизнь Зависима от него Все ее планы Строятся в зависимости от него Она искренне верит Что то, что у нее муж пьет Это ее упущение Это она в этом виновата И вообще больше никто Вот она постоянно думает о том Как бы ему помочь Как бы его оттуда вытащить Вообще Как бы его вот спрятать Вот это вот Его Вот это заболевание От него самого И от себя И от других Иногда у нее бывают вспышки гнева Ей бывает очень стыдно Вот И у нее постоянно в голове Разные вот эти вот мысли Контроля над всей ситуацией Вот она вылила бутылку в раковину Разъяренный муж Ударил ее в глаз И теперь она думает Как бы теперь завтра Уверить своих коллег по работе Что это Она о кран глазом ударилась И как бы это и так сказать Понимаете Чтобы ей все это подумали У нее нет друзей Что не муж алкоголика Да, нет Это не муж Муж замечательно У нее все в порядке Ну вот кран подвернулся Нечаянно Понимаете Ей стыдно ходить в гости У нее постепенно Исчезают из жизни друзья Потому что Она была в таких ситуациях Когда ну Ну стыдно становится Когда он может разбуяниться Он может Некрасиво себя Приглашаешь гостей Муж приходит пьяный И Вся вечеринка Весь вечер Весь обед Насморк И в результате Она оказывается Вот в такой изоляции Вот реальная женщина Реальный человек Я думаю Таких людей Вы встречаете Вокруг себя Масса Да, может быть Даже где-то Сами в такой ситуации Бывают И вот давайте посмотрим Какие же признаки Созависимости Какие же эти признаки Во-первых Такого человека Очень низкая самооценка Это женщина Это человек Не умеет принимать Похвалу Вообще не умеет Принимать Похвалу Обиды Если ее не хвалят Попробуйте ее Не похвалить За то что она сделала Что она такая Самоотверженная Она постоянно Критикует Себя Самокритика На высоте Но попробуйте Вы ее покритиковать Будете врагом Номер один То есть Вот это вот Явные признаки Низкой самооценки Следующий признак Созависимости Это замороженные чувства Ну вот Представьте себе Вот Как живет Эта женщина Ведь как правило Эти люди Вот эта жена Она знает наизусть Телефоны всех моргов Если мужа нет дома Она не спит Он не спит И она не спит Он мучится И она мучается Да Дома как правило В таких семьях Идет постоянный мат Скажите Какой нормальный мозг Может это выдержать Здоровый мозг Это выдержит Здоровый мозг Не спать ночами Слушать мат Терпеть насилие Постоянно жить в стрессе Постоянно жить в напряжении Постоянной изоляции Пытаться при этом Контролировать ситуацию То есть у такого человека Вместо чувств Знаете Мозоль Она время от времени Прорывается Но потом опять Понимаете Это мозоль Она болит Но это мозоль Это такая сплошная Сплошная боль Она замораживает Свои чувства Она Понимаете Озабочена чувствами Другого человека Она озабочена чувствами Этого алкоголика Как он себя чувствует Как он вообще живет Как бы он не напился Понимаете Вот как бы он Ум Си-пу-си-пу-си создать Чтобы ему было хорошо А свои чувства Она не имеет права проявлять Потому что это может его спровоцировать Она так думает Понимаете Какая вещь Идем дальше Следующие признаки созависимости Отрицание Она отрицает Что у нее тоже Есть проблема Когда приходит Она на беседу Там с врачом Наркологом Или к психотерапевту Или вот к нам Она приходит Такие люди Как они говорят У нас есть проблема Но ему нужна помощь Ему нужно лечиться У нас проблема Ему лечиться Или так говорят Мы употребляем Я говорю Вы тоже пьете Нет Ему нужна помощь Но она прекрасно употребляет Мы употребляем Просто она по-другому употребляет Она употребляет Свою созависимость Но помощь ей не нужна. И представляете, вот эти вот все чувства, вот это все отрицание. Алкоголик, он как все свои эмоции заливает? Что он делает? Пьет. А как ей-то, бедная, анализирует свои чувства? А? Ну, не пить, конечно. Понимаете, она тоже упивается медиаторами, но по-своему. Если алкоголик получает свои медиаторы через какие-то алкогольные вещества... Через дозу, через стакан, через... Она тоже получает свои медиаторы. Мы будем говорить, как? Наверное, вы уже это догадываетесь, каким образом это происходит. Но это явно и созависимость. Знаете, что самое интересное? Вот по статистике, реально вот такой человек, вообще семья, начинает воспринимать проблему только через 7 лет после начала этой проблемы в семье. Только через 7 лет. И только через 2 года они обращаются за помощью. После 7 лет, когда осознали. То есть проходит 9-10 лет. Прежде чем они готовы обратиться за помощью. И почему это происходит? Вот когда проблема идет, первые 7 лет, она как бы не так еще видна. Ну, как люди говорят, ну все пьют. Ну, с кем не бывает. Ну, с кем не бывает. Ну, выпил лишнего, ну да. Ну, в следующий раз он контролировать же будет, он же обещал. Понимаете? Вот. Это первые 7 лет. Потом 7 лет проходит, понимаете, все, мы на дне. Но дальше, ну почему еще 2 года? А потому что стыдно. А что, не подумают. Климо. Климо. Понимаете? И потом вот эти вот 9-10 лет тянут, а у человека силы-то остается все меньше, а она сама в созависимости тоже падает все больше. И тогда еще труднее вообще всей семье выбираться из этого вот состояния. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Дальше, следующий признак созависимости. Потеря контроля. Над своей жизнью. То есть вся ее жизнь крутится вокруг зависимого человека, вокруг алкоголика. Она про себя вообще забывает, потому что вся ее забота это вот зависимый человек, которого она должна опекать, оберегать, поднимать. Такие женщины отпрашиваются с работы, чтобы пойти получить его зарплату. Они специально берут отпуск для того, чтобы быть рядом с ним, чтобы контролировать, чтобы он не пил. Она-то думает, что она его начинает контролировать. А на самом деле она теряет контроль над своей жизнью. То есть она-то думает, что она его контролирует. А на самом деле алкоголик контролирует ее время, ее силы. Всю ее, всю ее жизнь он контролирует. Потому что все крутится вокруг только него. Она себя полностью не контролирует. Зачем? Потому что в первую очередь нужно заняться им. Следующий признак – это такое преобладание негатива. То есть она в первую очередь видит все плохое. Она видит в первую очередь боль, а не радость. Знаете, даже в других людях такие созависимые в первую очередь увидят боль. Знаете, их буквально вот тянет, когда к другому плохо. И они, знаете, такой созависимый он не будет говорить. Чем тебе помочь? Такой человек скажет, я здесь, давай помогу. Он даже не будет спрашивать, нужен человек помощь, и не нужный, понимаете? Он буквально вот как будто внутренний какой-то компас на негатив, компас на чужую боль. При этом она про свою-то забыла. А можем ли мы помочь другому, если наше собственное сердце болит? Больной человек не может помочь. Да, конечно, больной человек не может помочь другому. А вот это признак созависимости. Реакции полные на негатив. Следующий – рост толерантности. То есть постепенное привыкание, все больше и больше дозы. То есть человек ведет себя все хуже и хуже, но созависимый человек все больше и больше к этому привыкает. Когда первый раз муж рвнулся матом, она в ужасе. А потом проходит 2-3 года, она совершенно легко начинает воспринимать потоки мата с его уст. Она говорит, я на него просто внимания не обращаю. А на это можно не обращать внимания? Нет, конечно. Но вот эта мозоль растет. Просто мозоль растет, и она закрывает вот эту внутреннюю боль. Если сначала он просто на нее поднял руку, замахнулся, она была в ужасе, уйду к маме. Потом он ее избивает, она терпит. Что это? Это рост толерантности. То есть это то же самое идет, как в любой другой зависимости. Смотрите дальше. Опьянение от гнева, от контроля, от тревоги. Вот этот стресс, который получается от того, что постоянный контроль нужно держать, постоянный гнев. Как себя ведет такой человек? Вот она сидит, ждет, его нет. Он получил зарплату. Наверное, опять придет выпивший. 10 часов нет. 11 вечера ночи уже нет. 12. Она уже о чем думает? Наверное, попал под машину. Морги обзванивает. Начинает обзванивать друзей, там больницы, морги. И она думает, господи, ну хоть бы он пришел. Два часа ночи, она говорит, пусть придет. Любой, хоть пьяный, хоть какой, лишь бы живой пришел. Я вот все всяко приму. Она обещает, что ругаться не будет. Она обещает, что будет его любить. Она обещает, что все вынесет. Только бы он пришел живой, да? И вот он приходит. В 3 часа ночи. Открывается дверь. Еле-еле вползает. Как она его встречает? Она говорит, милый, как хорошо, что ты пришел. Господи, слава тебе. Как она его встречает? Или как она его встречает? Ты где шлялся, зараза, да? Скалка. Да сколько можно? Да что ты из меня веревки вьешь? Ну и так далее, и так далее. Что ты со мной делаешь? И она упивается своими медиаторами. Вот что мы вчера с вами говорили. Гнев намного сильнее воздействует. В 20 раз сильнее доза героина. Вот выброс, выброс. Ей нужно боль свою как-то вот анализировать. Она анализирует. То есть алкоголик это снимает водкой, а она это снимает свою боль вот эту вот. Гневом. Гневом. Смотрите, вот вы слышали такую вещь? Вот накричу на него, и легче стало. А вот теперь вы можете объяснить, почему стало легче. А потому что боль, как будто таблетку анальгин выпила. Ну это своеобразная таблетка. Не анальгин, а принял дозу героина. Да, дозу приняла. Причем сразу 20 этих доз. Произошла вот некая лакоаналгин. Спышка гнева в 20 раз сильнее героина. Вот мой вопрос. Вот вы говорите, что вы сравниваете доза героина и гнев, допустим. Немножко непонятно. Героин, он сам по себе, я не сталкивался с ним и не знаю. Он подразумевает кайф какой-то там определенный. Это сильнейший анальгетик, героин. То есть когда ты употребляешь вот этот вот наркотик. Дозу героина, да. Обезболивающий. Во-первых, все свои чувства, эмоции у тебя уходят на задний план, и ты чувствуешь все в порядке, все классно. Вокруг вообще никаких проблем нет. Во время гнева то же самое получается. Да, да. А вот смотрите, что во время гнева человек ощущает? Я прав. Правда? Это потом начинаешь думать, да что же я вообще накричал-то? А во время гнева что ощущаю? Сила. Все понятно. Само правильное. Да я все могу. Да я сейчас как вот скажу? Да как сейчас вот вы... Скажите, как классно себя чувствуешь, когда гневаешься. Правда? Потом, бац, думаешь, что я делал? А это вот та же самая ощущение. По сути, да, да. Понятно, спасибо. Вот оно что. Ну и последнее, конечно. Конечно же, нарушение физического здоровья. Представляете, вот человек все пытается контролировать. Это вообще как? А можно вообще все контролировать? Она пытается все. И это же идет по нарастающей, толерантность-то растет. Привыкание. И у нее, естественно, вот из этих внутренних стрессов начинаются такие психосоматические заболевания. Что такое психосоматика? Ведь вот помните, мы вчера с вами говорили, что лимбическая система, она же ведь не только эмоциями управляет, она управляет всей секрецией внутреннего организма. Автоматическими системами организма, то есть которые работают без нашего сознания автоматически. И если лимбическая система поражается, она вот этим избытком нейромедиаторов, она поражается, естественно, поражается вся ее... Через эндокринную систему она влияет на различные гормоны, секреты, железы. И оттуда летит наша нервная система, оттуда летит наша... Возникает астма. Диабет. Диабет. Возникают различные язвы. Это все проблемы в сбое эндокринной системы. Это сбой эндокринной системы, понимаете? Вот. И это все идет вот как раз от того, что где-то вот человек вот допускает эти излишки нейромедиаторов в своей жизни. Диабет. 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 Субтитры подогнал «Симон»